Наша сегодняшняя лекция посвящена истории происхождения религий. Мы с вами уже говорили о том, как был создан первый человек, что первый человек был создан по образу Богу и признан Богу подоблению. И в каждом человеке, и особенно в первом человеке Адаме, был дух, высшая часть души, тот особый орган, которым Господь имеет общение с Богом, познаёт Бога, чувствует его, и имеется возможность созерцать, получать откровения, познания непосредственно от Бога. Это можно говорить о том, что в первый человек Адама и было вложено изначальное знание о Боге, как неотъемлемая часть его природы. Но мы знаем о том, что первый человек Адам видел Бога, знал Его, разговаривал с Ним, имел откровения от Него, а уже его дети такого близкого отношения с Богом не имели. И мы с вами в прошлый раз говорили о том, что Адам родил сына твоего, цитируя книгу Бытия, но по образу своему. То есть он уже его родил с определённой греховной природой, с определённой расположенностью ко греху. Так вот, религия – это, прежде всего, отношение человека с Богом. Ну и, безусловно, она должна состоять из двух важных моментов. Это Бог, который оказывает действие на человека. И второе – это человек, который в определённых условиях воспринимает Бога, слышит Его. Вот в этом общении, в этой связи есть суть религии. Недаром религия на латинском языке звучит как «religio», что означает «связь», связь с человека с Богом. Вот что по этому поводу писал известный богослов и философ Сергей Булгаков. «Религия есть непосредственное опознание божества и живой связи с ним. Она возможна благодаря религиозной одарённости человека, существованию религиозного органа, воспринимающего божество и его воздействие. Без такого органа было бы, конечно, невозможно то пышное многоцветное развитие религии и религий, которые мы наблюдаем в истории человечества, а также всё её своеобразие. Религия зарождается в перевыживании Бога». Вот это очень важный для нас с вами момент, который, конечно же, и подтверждает многочисленные и наши научные исследования. Вот существует наука о происхождении религий, о религиях, и она говорит о том, что не существовало и не существует в настоящее время народа-теиста. Такого бы народа, в котором не было бы веры в высшее существо, высший разум, загробный мир, в мир духовный, в душу умерших. Таких народов просто нет. И даже если сейчас открывают какие-то племена, малоизвестные, неизвестные, доселе в Африке или ещё где-либо, то там обязательно присутствует вера в Бога. Это говорит только об одном, что вера изначально присуща каждому человеку. Увеличение количества людей, расселение их по лицу земному, и появлялось разнообразное количество религий, которые каждый торговался Бог по-своему, воспринимались какие-то особые свойства божества. И надо вам ещё сказать, что при этом, бессловно, влиял у людей демон общения. В книге Бытии говорится о том, что сыны человеческие вступили в общение с сынами Божьими, и что сыны Божьи стали брать, значит, сынов через человеческий себе жёны. Это имеет два пласта толкования. Первый пласта толкования говорит о том, что нечистые духи вступали с женщинами из рода человеческой в некое общение. Потому что брак, он ещё олицетворяет некий духовный союз. То есть они вступали с ними в духовное общение. И, как мы знаем, по толкованию многих святых отцов, и именно нечистые духи, и научили череп человеческих и колдовству, и магии, и посвятили в некие тайны природы. То есть, войдя с ними контакт, стали овладевать и управлять родом человеческим через вот это, так сказать, колдовство, магию, бесообщение, те тайные знания, в которые они и посвятили людей. Надо вам сказать, что какой же причина многообразия религий? Ну, первая причина, она, безусловно, связана с страстным развращением людей. Вот именно чем выше и сильнее падение человека, чем больше человек искажает свою духовную составляющую, чем больше в нём, так сказать, зла и того, что принадлежит телам тьмы, тем он меньше знает Бога, тем он меньше его понимает, потому что дух святой, который сообщает человеку знание о Богу, он может восприниматься только через дух, который живёт в человеке. А если человек отдан во власть демонических сил, и если он целиком плотской, то, естественно, он и Бога понимать и знать не может. У него нет тот орган, который воспринимает Бога, в нём не развит, забит. Вот что пишет об этом апостол Павел. «Но как они, познав Бога, не прослали Его, как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умственных своих, и омрачилось несмысленное их сердце, зазывая себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то предал их Бог похоть их сердец и их нечистоте, так что они осквернили самые свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца». Сказано в послании в Римлянам, глава 1, стих 21. И давайте рассмотрим именно те элементы язычества, которые и убирают Бога общение, и вводят в бес общение человека. Первое – это гордость и неблаговение к Богу. Не прослали его как Бога и не возблагодарили. Второе – неверие, сосредоточение всех сил на целях только земной жизни, а суетились в умствованиях своих, и нравственная распущенность, в похоть их сердец их. Вот это и привело к возникновению различных многочисленных направлений религий у древних. На нравственный источник, на нравственную причину как источник искажения у людей льгиозных воззрений указывает не только Библия, но и многие древние, даже небиблейские авторы. Так Цицерон, например, писал, «Многие о богах думают неправо, но это обыкновенно происходит от нравственного развращения и порочности. Все, однако же, убеждены в том, что есть сила и природа божественная». Но существует ряд вторичных причин, почему люди отошли от правильного понимания Бога и впали в различные роды заблуждения. Ну, как мы говорили, это первое – нравственное развращение людей, второе – это разделение и обособление народов. Мы с вами знаем, что народы, расселяясь по лицу земному, значит, обособлялись от других и, так сказать, обретали свое своеобразие, обретали свой особый взгляд, свое особое представление о Боге. Ну, конечно же, это еще антропоморфизм мышления. Четвертое – это метафоричность языка древних народов, использующих для своего выражения и понимания Бога природные явления. Например, раньше сравнили Бога с Солнцем. Бог – Солнце. Ну, как Солнце дает свет и жизнь, и тепло всему существующему в мире, так и Бог дает и содержит весь мир. Но постепенно у людей, которые, так сказать, жили чисто плотью, чисто, так сказать, позойами своей телесной природы, это понимание стерлось, и осталось похладнее Солнцу. Вот, мы знаем, в Египте было долгое время поклонение Солнцу, как таковому. И потом стали почитать различные стихии. Если раньше говорили о стихиях, чтобы описать силу Бога, его воздействия на мир, то потом стали уже поклоняться и самим этим стихиям. Ну, и, конечно же, многие религии зависят от праведности или развращенности народов. У них и такие, и поэтому и рождались разные представления от Бога. Чем более развращен народ, чем больше он вошел без сообщения, чем больше он предавался разным сквернам, блуду, разврату, пьянству, чревоугодию, тем в большей степени он искажалось понимание о Боге. И многие из них, они просто олицетворяли страсти и определенных богов нарекали как бы покровителям этих страстей. И, так сказать, им же и поклонялись. И вот такое нравственное развращение, оно доходило до такой степени, что мы с вами знаем, что даже существовало поклонение мужским и женским половым органам. как символу плодородия и символу того, что дает жизнь, и делали своеобразные статуи их изображения, им поклонялись, им даже приносили своеобразные жертвы. Но одновременно, надо вам сказать, что практически все нам известные древнейшие религии были изначально монотеистичны. Не так, как учила нас марсистко-ленинская философия, что сначала были экликтические познания о Боге, отличенные представления, потом только постепенно от илобоклонства вера пришла к монотеизму. Совсем нет. Вот как свидетельствуют исторические данные, именно во многих древнейших религиях присутствовала идея монотеизма, то есть однобожия. Ну и известна на сегодняшний день храмовая культура Мальты. Это 4-2 век, 4-2 тысячелетия до нашей эры. Но очень мало данных о их конкретных религиозных верованиях. Существует Крит и Микея. Это 3-2 тысячелетия до нашей эры. Но также там о их культе поклонения религиозных практически ничего до нас не дошло. Самые древние данные к нам дошли. Это целый корпус текстов из пирамиды царя Упаса. Это 24 век до нашей эры. Там прямо говорится о едином творце – Ра-Атуме. Дальше мы знаем индийские веды. Индийские веды относятся к второму тысячелетию до нашей эры. Они уже говорятся в них о боге и о неких богах. Но более древние тексты, которые содержатся в них, опять же говорят о монтеизме. Ну, это нам с вами явно и четко говорит, что идея монтеизма, она изначально присутствовала у человека и сохранялась у многих племен. И только со временем, с разращенностью людей, с их погружением в без сообщения, это исчезало и пропадало. Ну, мы с вами видим, что уже в Вавилоне, Ассирии, даже в том же Древнем Риме уже присутствовало во всей своей широте без сообщения, которое выражалось в виде оккультизма, астрологии, магии, колдовства. И непосредственно рядом с ним как раз и возникло, так сказать, идолопоклонство и так называемое много Божия. То есть разрушение веры, разрушение нравственности, целомудрости человека ведет к разрушению его понятия о Боге. Но не то ли мы видим на сегодняшний день. Вот посмотрите, допустим, на те же Соединенные Штаты Америки или на ту же Европу, ее многочисленные страны, что раньше там было католичество или православие, безусловно, христианство, атеизм, а сейчас оно практически разрушается. Но зато очень развиты различные виды оккультизма. Астрология, магия, колдовство, заговоры, наговоры, уфологии и так далее, и так далее. То есть, когда разрушается вера, ее место, безусловно, начинает занимать вот беслопоклонство, оккультизм и различные роды секты, и различные роды суеверия. То есть, такие люди, такая астронатка общества идет непосредственно к бесу общению, к разложению и уничтожению. Но одновременно мы должны с вами сказать, что наряду с таким разложением и духовным падением нравственности, которое присутствовало у потомков Адама, одновременно и все же сохранялась линия праведников, линия сынов Божих. И Богом были даны обетования этим людям. И было дано обетование, то есть, обещание спасения всего рода человеческого. Это мы уже можем прочесть в книге Бытии, глава 13, 13, где сказано, что семя жены будет поражать змея в главу. То есть, семя, семя жены, заметьте, то есть, потомство жены. Это явное пророчество о Христе, который должен был прийти и пришел, и уничтожит демоническую власть над человеком. Но если мы с вами понаблюдаем за потомством Адама, то мы видим четкое разделение на две линии. Первая – это линия Каина, который убил брата своего, Авеля, и через него грех и смерть вошли в мир, и его потомство. И вторая – это потомки Сифа. Давайте рассмотрим потомство Каина. Вот как раз его потомки, как свидетельцы Библии, куда относятся и Тувал Каин, и Увалал, они были, соответственно, первый из них изобрел кузнечное дело, значит, стал как бы основателем прогресса, а его Увал, он был основателем играющих на музыкальных инструментах, на гуслях, значит, для чего и что и почему это происходило. Вот здесь мы видим первую попытку создать Царство Небесное на земле без Бога, то есть окружить себя таким комфортом, который бы удовлетворял все наши прихоти, все наши желания и сделанной более радостной и комфортной нашу жизнь, при которой даже Бог-то и не нужен. Ну, естественно, здесь имеется в виду человек, который живет чисто плотскими интересами, чисто животными страстями. И вот здесь это как раз идет линия прогресса. Вот чем занимается наш прогресс на сегодняшний день, значит, технический, так сказать, в первую очередь, это прежде всего повысить комфортность жизни человека, максимально возможное существование, чтобы человек здесь уже на земле чувствовал себя как в раю, был счастлив, доволен, весел, ну, и некоторым миллионерам это удается. Окружили себя всевозможным комфортом. Ну, и что, есть ли у них ощущения полноты счастья, полноты радости? Да вовсе нет. Вовсе нет. Вот ко мне как и психологу иногда обращаются так называемые новорусские. У них очень серьезные проблемы с их психикой, особенно и их жен, у которых стопроцентная истерия, так сказать, присутствуют другие психические заболевания. Многие из них имеют, так сказать, впадают не только в уныние, но в очень сильнейшую форму депрессии. Некоторые кончаются самоубийством и так далее, и тому подобное. Но это наглядно говорит о том, что вот изобилие материального совершенно не может привести человеку счастье и не дает ему радости. Почему? А потому, что Бог создал человека для себя, и человек может успокоиться и найти полноту радости бытия, только найдя Бога, только соединившись с Ним, только постоянно будучи с Ним в общении, в контакте, когда в Нем будет жить Святой Дух. В любом другом случае человек не может ощущать счастливым и радостным. Ну вот как раз направление Каина, как мы увидели, оно проходило, оно развивалось и, безусловно, давало свои плоды. Но одновременно с ним как бы параллельно какое-то время было и постомство Сифа, которое по второму толкованию Святых Отцов называли Сынами Божьими. Это Бытие глава 4, сих 2 и 26. Почему? Потому что они были верны Богу, Его заветам, и жили больше жизнью духовной, не погружаясь вот в без страстей и пороков, а наоборот, стараясь держать свою чистоту и целомудрие. И мы читаем дальше в Библии, что сыны Божии были прелещены красотой через человеческих и ступили в ними в брак. Вот второй пласт торкования, о котором мы с вами говорим, это как раз, что сыны Сифа по его потомству. Они стали смешиваться с потомством Каина, с их дочерьми, и в результате они оказались также развращены через этих падших жен. Те вовлекли их в различные роды страсти, грехи, может быть, даже в какой-то степени без сообщения. И такое на земле настало некое всеобщее развращение. и настолько оно было велико, что вообще смысл существования человека, он стал под большим вопросом. Но зачем жить человеку, если он плодит только грех, если он умирая идет в ад и на муке страдания? Зачем же плодить пищу для ада? И мы знаем, что Господь попускает произойти потопу. Приходит потоп и все земное и живое на земле погибает. На том, что потоп это реальность, он на сегодняшний день признается практически всем научным миром. То, что в местах обитания людей того времени находятся в геологических породах, ракушки и другие отложения морские, которые свидетельствуют, что действительно там был потоп. И по разным данным он был от 5 тысяч лет назад. Но, кроме того, самое яркое свидетельство о том, что был потоп, это наличие ковчега. До сих пор этот ковчег сохранился. И на горе Арарат в южной части, которая принадлежит на сегодняшний день, к сожалению, Турции, и там никого из христиан не допускает, находится остов этого ковчега, который найдено зафиксировал уже, так сказать, и уже несколько сотен лет назад, и современное время, там были альпинисты, и американцы, и принесли, отпилили кусок, как говорится, доски от этого ковчега, был произведен радиоуглеродный анализ, и также говорят о том, что вот этому ковчегу около 5 тысяч лет, как таковому. То есть, попускается потоп, и, в общем-то, при потопе произошла, погибли всего человечества, кроме той линии сынов богих в лице Ноя и его сыновей, праведных, которые сохранили правильное понимание о Боге, чистоту, и, значит, от них Господь решил произвести новое человечество. Но вот праведность, чистота, казалось, также им недолго соблюдалась. Они также впали в различные роды грехи. Затем, вот вы знаете, произошло строительство так называемой Вавилонской башни, после которых произошло смешение языков, то есть, смешение народов, и они, если раньше был некий у них общий пра-язык, на котором общались люди, то теперь после этого появилось множество языков, люди перестали понимать друг друга и расселились по всей земле. И вот тут поклонение солнцу, звездам, различного рода идолам достигло наибольшую степень своего развития. Но надо вам сказать, что, несмотря на это, все равно оставалась линия праведников, которые сохраняли веру в истинное Бога, понимание Его. Но, прежде всего, как мы с вами говорили, это был Ной. Но, если мы нам проследим это более внимательно, то можно даже назвать имена. от Адама Сив произошел, от него Енос, дальше Каинанан, Малиил, Иорат, Енох, Маусаил, Ламех, Ной, одно Сим, Нахор и Фара, и от Фара уже Авраам. Вот это были верные хранители завета Божия, которые сохраняли завет Божий, которые сохраняли истинное понимание Бога и поклонение Ему. И многим из них непосредственно было явление самого Бога, он открывал и многое, что и говорил им. Ну вот, если мы с вами остановимся на право Цаврааме, от которого, в общем-то, и образуется Ветхий Завет. И мы знаем, что он был сыном Фары и что он обитал непосредственно на Аравийском полуострове, относился к кочевому племени пастухов, но чтил Бога, чтил его своим сердцем, как он его понимал, и, так сказать, было ему открыто правильное понимание Бога, и верил он в единого Бога, и вот глаз Божий выводит его из своего племени и направляет его совершенно в иную страну и в пустыню. Почему Господь вырывает его, Авраама, из среды своих иноплеменников? а потому, а потому, что у его иноплеменников уже присутствовало идол поклонства, уже присутствовали элементы многобожия, то есть нечистоты веры. И вот Господь берет самого чистого и открытого сердца из потомков сынов Божьих и выводит его в пустыню, чтобы дать ему верное понимание о Боге, и чтобы произвести из него народ, который мог бы вместить в себя жизнь по Богу, в исполнение западем, а также послужить тем, из которых может воплотиться Господь наш Иисус Христос. Ну вот, Авраам, Бог избрал его из всего племени и торжественно вступил с ним в завет. Его и ему потомству дал сохранение тайну и умевшего произойти от него обетование семени, о коем благословятся все племена земная. Сей обетование подтвердил Иаков Исааку, который через пророческое обетование благословение передал Иуде и пересказал, что от него произойдет днясь мира, чаяния, языков. И уже в жизни потомков непосредственно Авраама мы видим некий прообраз явления самого Христа. Вот, например, мы с вами видим, что в образе праведной Иосифа и других некий прообраз Христа и всей его жизни. Ну, например, можно видеть в рождении Исаака от бесплодной Сары образа рождения Искупителя от Девы низкосомужной. Принесение на жертву того же Исаака апостол называет притчей воскресения из мертвых. Притчей, которой самое верное разрешение мы видим смерть и воскресение спасителя. Но помните все этот момент, когда Авраам был бесплоден и уже в старости глубочайше рождается у него сын по благословению Божьим и вдруг голос Божий говорит ему приди и принеси жертву твою сыну Богу. Ну, казалось бы, ну, как это принести любимого сына жертву Богу? Невозможно и кто на это пойдет? Но Авраам настолько верил Богу, настолько, так сказать, не сомневался в любви и благости, что был даже готов это совершить. И когда он был совершить и возложил его на жертвенник и взял нож для заклания и видел сам дел Божий остановил его и сказал Господь увидел твою веру. Веру непоголевимую и за то, что ты так поверил Богу будешь благословен ты и все семя твое во всех народах и с тебя пройдет тот, кто спасет весь мир. И вот как раз образ принешения Исаака в жертву он был образом принесения жертву Христа за весь мир. Ну, давайте посмотрим теперь бедствия Иосифа. Мы знаем, что Иосиф был самым любимым сыном Иакова более всех его сынов. Иисус, сын Бога Отца, возлюбленный о нем уже благоволих. Тоже сказано, что и сын Бога, Христос, тоже был самый возлюбленный сын Отца. Иосиф посылается к братьям, братья предают его и продают его в рабство. Христа также предает Иуда, мы с вами знаем, за 30 серебреньков. И вот Иосиф приходит к своим братьям и находит в них врагов своих. Иисус к своим пришел и своего не приняли. От зависти подвергается бедствую Иосиф. Зависти ради предается Иисус. Иосиф продается на племенникам. Иисус также продается за 30 серебрником и братья язычником. Иосиф осуждается как неверный раб, хотя Пентифрий и чувствовал несправедливость принесенных в него жалобы. Иисус также осуждается как возмутительный раб Кесаря, хотя Пилат ни единой вины в нем не нашел. Вот видим, даже уже в прообразах жизни, бытии, в ветхозаветных праздниках мы уже можем видеть судьбу грядущей Мессии. Ну, также мы рассматривая жертвы, которые приносились в ветхом завете, в ветхозаветной церкви, также в них видим прообраз Христа. Ну, Иоанн Христитель называет Иисуса Христа Агнусом, землющем грехи мира. Апостол Иоанн именует его умилостивительную жертвою, принесенной за грехи мира. То тем ясно показывает, что древние жертвы, которые сыны церкви приносили Богу за грехи, были прообразом той великой жертвы. Да, все жертвы ветхозавета были прообразом той великой жертвы, которую принес Христос, приняв крестную смерть на кресте за жизнь людей. Ну, вот, казалось бы, зачем Богу нужны жертвы? Зачем Богу нужно, чтобы в его честь за грехи людей убивали животных и сжигали их? Конечно, не нужно. Но человеку должен понять, что любой грех – это и есть смерть. Но вместо тебя, который за множество грехов должен был умереть, умирает другое невинное существо. И чтобы эта связка грех и смерть вложилась в человеческую душу, его понятие, что любой грех – отступление от Бога, он ведет к смерти. Но вместо тебя вот сейчас умирает и погибает какое-то животное. Этот образ был той великой жертвой, которую сам Христос принесет за весь мир, за всех людей. Там была жертва и всесожжения, когда все животное полностью сжигалось на костре. И была жертва мира, которая после потопа получила свое распространение, когда дозвольно было Богом употреблять животных пищу, когда часть сжигалась, а остальная часть потреблялась людьми, устраивалось первшество вот от части этой жертвы. Надо сказать, что племя Аврамова, избранное Богом для хранения веры, находилось более 200 лет в Египте, уже богатым всякого рода суевериями, но не уклонилось от единой веры. Сначала самые суеверия египтян отпугивали еврейский народ, а потом они уже стали преследовать евреев, желая вообще истребить их и уничтожить их, ибо они усилились и умножились в той земле. И мы видим, что Господь выводит народ свой из египетского плена и 40 лет вводит его в пустыне. И вот действительно в течение вот этих 40 лет и формировалось особый тип народа, народу, который верил Богу и шел за ним. Мы знаем, что Бог шел впереди своего народа в огненном столбе. И люди как бы постоянно чувствовали присутствие Бога. Каждое утро Он им посылал манну небесную, которую они питались и, так сказать, были живы и здоровы. То есть люди действительно сплачивались, у них укреплялась вера, они шли за Богом. И вот когда такой народ сформировался, когда люди, которые жили в царстве египетском, умерли, ибо они были и поражены отчасти всякими египетскими заблуждениями и доплаклонством, то вот из этого нового народа, который родился непосредственно в пустыне, и Господь созидает свой новый народ, который живет его обетованиями, который живет его становлениями. Мы с вами знаем, что мы с Моисеем говорил Бог на горе Синай и дал ему десять западей, которые явились основными пунктами, опираясь на которые, основными положениями, догматами, и жил, и существовал иудейский народ. Но опять же, вера постоянно колебалась. Народ еврейский был окружен разнородно язычниками. Он сам был небольшой народ, и довольно слабый народ, и, так сказать, на него постоянно нападали, пытались захватить рабство, уничтожить, ограбить. И вот только сила Божия его сохраняла, только благодать Божия не давала окружающим более могучим народам его уничтожить. Но как только народ отступал от веры в единого Бога, как только он пускался в различные роды суеверия, иного поклонства, Бог отступал, и народ сразу же наказывали. То в египетские плены его вели, то, так сказать, уничтожали многие города, и тогда, когда он понимал, что именно идолопоклонство, отступление от веры в единого Бога, предательство ведет к таким бедствиям, тогда он каялся, обратно возвращался к вере своих предков, и жизнь не налажилась. И посылалось множество пророков еврейскому народу. Мы знаем, что пророки предрекали и пришествие Христа. Пророк Исаия за 800 лет, пророк Иеремия, пророк Малахия, и другие многочисленные пророки, они буквально точности предсказали, когда должен прийти Христос, в каком месте Он должен раздиться, все основные события в жизни, все было предсказано за сотни лет до Его явления, то есть, явное свидетельство Бога. Если мы сегодня возьмем Ветхозаветные книги пророков и будем их смотреть и сравнивать с тем, что произошло, то мы видим абсолютное совпадение. Все, что предсказано, все исполнилось. Так вот, надо вам сказать, что непосредственно Ветхий Завет был детоводителем ко Христу. Готовился тот народ, в котором Бог воплотится, сам Бога человек Иисус Христос. Нужна была такая дева, женщина, которая по своей чистоте и целомудрию была готова принять себя самого Бога. С того времени, как Моисей вывел народ израильский из Египта до того времени, как родился Христос и происходило воспитание, прообразование этого народа. И вот, наконец, настало то время, когда пришло время появиться Господу нашему Иисусу Христу и родилась та Дева Мария, которая и могла послужить местом, где он мог бы вселиться, взять от нее плоть и родиться Бога, человеком Иисусом Христом. Вот здесь как раз исполнилось то обетование Божие, о котором мы с вами говорили в начале, что семя Его поразит голову змея, семя жены поразит голову змея. А что значит поразит в голову змея? Уничтожить. То есть уничтожить власть демонических сил над человеческим родом. Ибо через первородный грех мир нечистых духов получил власть над людьми. И каждый человек рождаясь с этой греховной порчей, с расположен к греху, он был подвластен миру демоническому, и каждый человек после своей смерти сходил в ад. И об этом знали святые ветхозаветные отцы, и об этом они говорили, и, так сказать, и там было даже понятие шеол, то есть ад, где души даже праздников находились в неком полубессознательном состоянии и не в мучениях, и не в радости, да, и все люди ожидали пришествия Спасителя. Именно пришествие Христа целиком и полностью преобразило мир. Ну, в этом мире тогда процветало, как мы с вами говорили уже, идолплаклонство, прямое бесообщение, сатанизм, суеверие, и настолько оно распространилось, настолько вот эта грязь, нечистота, разврат поглощал людей того времени, что они понимали, что нельзя так больше жить, что нужно что-то, что может изменить то состояние мира, в котором сейчас они находятся. Ну, и мы с вами можем сейчас поговорить о признаках времен Мессии. Явление Христа должно было произойти во время крайней нужды и наибольшей готовности миру к всему преобразованию. И вот такое исполнение времени показывает, ну, как мы говорили уже с вами, крайная развращенность язычества, те заблуждения, в котором оно находилось. Второе. В это время по всему миру и лучших умов того мира было напряженнейшую силе разума в исследовании божества и природы. В греках и римлянах он показал такие опыты деятельности своей, после которых или ничего не належало ожидать лучшего, или ожидать чрезвычайной высшей помощи. Третье. Высочайшая степень человеческого могущества в римской монархии. То есть, мир, Рим практически занимал больше айкумены того времени и вера, зародившись при помощи, как говорится, Рима как единого государства, могла свободно распространяться. Ну и, наконец, четвертое. Это всеобщее ожидание. Иудеи ожидали царя и мессии, а язычники возвращения злотого века. Славное пророчество об оскудении князя и вождя от Иуды, о 77 мидминах обновлен Иерусалима, о четвертом царстве железном, предстальном виде ведения Нарухонасора. Все это, очевидно, исполнилось. И вот все это привело к тому, что действительно люди ожидали пришествия того, кто мог бы изменить весь мир. Это пришествие состоялось. Появился Бога-человек Иисус Христос. Давайте с вами внимательно остановимся на этом положении. Кто такой Иисус Христос? Это вторая ипостас Святой Троицы, Бог Слова, который сошел на землю, взял плоть у Святой Девы Марии и родился Бога-человеком Иисусом Христом. То есть божество унизилось до той степени, что связало себя со своим творением и связало как? Навсегда. Как пишут отцы 4-го Вселенского Собора, соединение божественной человеческой природы произошло в Иисусе Христе неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. То есть навсегда. Для чего это нужно Богу? Только для одного, чтобы спасти человеческий род открыть для него возможность входа в вечную жизнь и Царство Небесное. Почему никакой человек не мог искупить других людей? Почему никакой человек не мог помочь, указав людям правду? Ведь было много пророков, много праведников, а потому что было повреждено само человеческое естество в результате грехопадения и в результате родовых грехов. Как мы с вами уже говорили, порча человеческой природы и личные грехи людей, закрепленные в грехах родовых, они, конечно, повредили человеческую природу, что любой родшийся человек, даже праведник, он все равно в себе нес расположенность к греху и не мог устоять против соблазна дьявола и обязательно в чем-то впадал грех. Поэтому человек грешный мог искупить только свои грехи. Поэтому нужен был тот, кто был бы и человеком и не имел бы греха. А кто это мог быть? Только Бог. Но Бог это творец всего. Он не может стать человеком. И вот Господь и соединяется с человеческой природой. И вот именно Христос, когда берет человеческую природу, Он исцеляет ее от первородного греха. Христос, взяв плод Девы Марии, Он исцелил ее от первородного греха. Он был во всем подобен человеку, кроме греха, не было в нем греха и греховных наклонностей. И вот именно своим божеством Он сделал человека таким, каким он должен быть. В нем была душа, дух, все как в человеке, да? Только не было вот этой покорности греха и рабства дьявола. Вот почему для нас с вами так важен образ с Иисуса Христа. Христос нам дает образец, как нам нужно думать, как нам нужно себя вести, как нам нужно поступать. Если мы посмотрим Евангелие внимательно, посмотрим послания апостольские, то мы практически видим все многообразие жизненных ситуаций, которые существуют в нашем мире и с которыми мы с вами встречаемся. И исходя из этого, мы выбираем и наши поступки, потому что мы должны поступать, как поступал совершенный человек и одновременно совершенный Бог. И мы с вами говорили, что задача человеческой жизни это богоуподобление, то есть мы с вами должны быть подобны Богу, в нас быть такие же добродетели, как Иисуса Христа, такие же мысли, такие же чувства и такая же ненависть и отвращение ко греху и всему, что чуждо Богу, всему, что носит свой демонический характер. Так мы видим, что Бог приходит, соединяется с человеческой плотью и рождается Бога человеком Иисусом Христом. И он, достигнув 30-летнего возраста, учит людей, как им надо жить, как им нужно поступать, и призывает людей к покаянию. Вот заметьте, в начале Иоанна Претеща до прихода Христа говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. А покаяние звучит на греческом языке как метаноия, то есть перемените свой ум, станьте другими. А что значит станьте другими? Да перестаньте жить плотью, перестаньте жить грехом и ради греха. Начните жить духом, возведите очи ваши к небесам, устремитесь к свету и к жизни и к Богу. Отриньте все зло, отриньте все нечистоту. И Христос, когда приходит, тоже начинает с этого, покайтесь. Потому что без покаяния невозможно изменение, а без изменения невозможно и спасение. Невозможно. Потому что человек порочный, греховный, страстный, он не может войти в Царство Небесное. Не потому что Бог хочет, чтобы он мучился, не потому что Бог хочет заключить его в ад для мук и страданий, а потому что такой человек не способен быть со Христом в радости, в благости, в благодати Божией. Потому что благодать такого человека ждет сильнее, чем любой адский огонь. Потому что она ждет то бесовское начало, для которого открылся человек и которое он принял свое сердце. Поэтому и Господь, и апостолы, и все святые мужи призывают всех людей к покаянию, к внутреннему изменению, без которого спасение невозможно. Вот невозможно такие, как мы сейчас есть, полуплотяные, частично, может быть, духовные, все в нас смешано, а больше живем вот этой мирской жизнью, больше наши интересы, нашей жизни касаются греха, как достать, как развлечься, как повеселиться, как себе угодить, как себя любимому помочь, и так далее, и так далее. Вот не может такой человек быть царским местным. Ему чуждо царским местным изначально. Он должен начать жить жизнью духовной, жизнью божественной, для которой, к сожалению, для современного человека будь во многом закрыт, благодаря его расположен за греху и ненависти как духовному. Так вот, Христос пришел на землю, учил, наставлял, а потом и принял саму смерть на кресте. Мы с вами знаем, что крест это было орудие казни, и орудие казни самых отъявленных и страшных преступников. Это была страшная презрительная смерть, потому что, если человек был римлянам, его усекали мечом, это считалось благородной смертью. А вот всяких преступников, воров, убийц, их распинали на кресте, чтобы они еще подольше помучились, пострадали, ибо на кресте люди умирали до трех дней в великих мухах и страданиях, и остальные, взирая на их мучения, чтобы боялось вот этих поступков. И вот как раз Христос умирает самой страшной и мучительной смертью того времени и презренной смертью за род человеческий. Что у нас с вами происходит, когда мы с вами крестимся? Мы как бы в крещении умираем для греха вместе с Христом. Вот он умер на кресте за свои грехи, а мы погружаясь в воду, а вода это праматерия, когда она была создана Богом, она еще не была греха, еще не было падения от Бога. И вот когда мы с вами крестим, как бы растворяемся в этой праматерии, растворяемся, растворяется наш грех, он уходит от нас, и растворяясь мы в нем, в ней мы опять возрождаемся силой Божией уже к новой жизни во Христе. Как бы умираем для греха и возрождаемся для новой жизни во Христе Иисусе. Для новой жизни. И действительно в крещении нам дается вот эта благодать Божия, побеждать грех, который в нас живет, побеждать этот грех, который в нас живет, и жить в жизни духовной, жизнью Христовой. Вот эту силу мы получаем именно в крещении. Так вот, давайте посмотрим. Христос, умирая на кресте, исцеляет человеческую плоть, открывает нам вход в Царствие Небесное, но вход тем, кто верит в Него, крестится и начнет жить по Его заповедям. И воскресает в третий день. Вот это очень важный догмат, очень важное положение христианства. Христос, воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробях, живот дровав. То есть, Его воскресение было жизнью всех нас. Как Христос воскрес, так и мы все воскреснем, потому что мы соединены с Ним в Таинстве Крещения, и мы все являемся членами Церкви. И вот сейчас мы приходим к очень важному пониманию Церковь. Что же такое Церковь? И когда она вообще появилась? И что сказал Христос? Созиждет Церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Когда же создает Господь Церковь? После своего воскресения, в день Пятьдесятницы, когда Дух Святой в виде огненных языков сходит на Его учеников, которые находились в Иерусалиме, в храме, молились в это время, и в этот момент ожидали пришествия Духа Святого. И вот Дух Святой, который был послан Господом Иисусом Христом, когда Тот воскрес и вознесся на небеса и села в Десну Отца в виде огненных языков видимым образом. Шум, гул раздался какой-то, который все услышали, и увидели, как этот Святой Дух просто вошел в учеников. И что же с ними произошло? А с ними произошли чудесные изменения. Они, во-первых, стали говорить на разных иностранных языках, пророчествуя о Христе, о грядущем, о будущем, проповедуя Евангелия, так что и греки, и латиняне, и скифы, все понимали их слова. У них появился такой ясный и четкий ум, что они могли побеждать в спорах, диалогах даже великих ученых и философов того времени, книжников и фарисеев еврейских. То, что не они говорили, а Дух Святой, который вошел в них, через них стал вещать. Великие чудеса стали твориться его учениками. Некоторые из них для утверждения веры окружающих могли воскрешать мертвых. Другие исцеляли неисцелимо болящих людей, у третьей своими молитвами нажали хлебы. Все, что делал Христос, и они стали делать именно тем Духом Святым, который вселился в них. И об этом свидетельствует множество исторических документов того времени. Вот эта благодать Божия, вот эта сила их слов, она, конечно, обратила к ученикам Христа множество людей. И стали многие принимать крещение от святых апостолов и входить в церковь. И в ходить в церковь. И церковь стала разрастаться. Но нечистый дух, дьявол, он строил тут же гонение на церковь. Через иудеев, которые неуверовали во Христа, возникло и восстание, и гонение на церковь Христову. Надо вам сказать, что ветхозаветная церковь в то времени, она практически разделилась на два лагеря. Один лагерь, это были простые искренние люди, которые рыбаки, которые искренним сердцем верили в Бога, обращались к Нему, жили по закону своей совести. И когда пришел Христос, то Его слова легли на их душу, они восприняли и поняли, что это истинно, что Он Бог, и пошли за Ним. А была и вторая часть церкви, это те иудеи, которым отнеслись большинство книжников, фарисеев, саддукеев, которые долго и внимательно изучали священное писание, знали его даже наизусть, но которые стали рабами обычаев и рабами гордости и тщеславия, серебролюбия, а через это и рабами сил демонических. Потому что когда иудеи не приняли Христа, почему они не приняли? Потому что они были серебролюбивы, а он учил нестяжание, потому что они были горды, а он проповедовал смирение. Как же это принять? Или надо было отказаться от того, чем ты живешь, от греха, гордости, серебролюбия, самости, и идти за Ним и подражать Ему. Но как это тяжело? Или другой есть выход. Надо было сказать, это лжец, там мальчик, не он Христос, и убить его. Вот, дорогие мои, вот эта причина, которая послужила к непринятию Христа части Ветхозаветной Церкви, она до сих пор является и разделительной в нашем с вами обществе. Почему многие не принимают Христа? Но если принять Христа, значит, надо жить, как он учит. Значит, надо отпасть от страстей, значит, надо уйти от блуда, значит, надо уйти от гордыни, значит, надо вести смирно, смирно мудро иметь, уметь жить ради других, жертвовать собой, иметь любовь к Богу людям, как высшее дело в своей жизни. И многие это не хотят. Они хотят пребывать в собственном мерке, в собственном усложнении грехом и одновременно как бы спасать свою душу. Вот интереснейшие статистические исследования в Америке. Оказалось, что практически все 100% американцев на сегодняшний день считают, что после смерти они пойдут в рай. Все. А 30% из них оказалось, что они считают, что они святые. Они считают, что они святые. Почему такое безумие? Ну, как бы не воруем, не грабим, машину не угоняем, исполняем закон. Ну, что еще надо? Мы святые. А после смерти, ну, конечно же, в рай. Мы здесь так комфортно, хорошо живем, но какой же может дискомфорт после смерти быть? Нет. Только рай, только рай. Больше ничего другого не может быть. Вот представьте, вот какое странное вот это мышление у людей, полное отсутствие покаяния, понимая, какой духовный страной жизни. Нет, вот комфорт, здесь комфорт, там все, и мы почти святые. Вот это как раз вот та ветхозаветность, которая живет и в людях. Вот за что Христа убивали, распинали, за что его и сейчас в нашем обществе многие люди гонят и не принимают. А бесообладаемые люди просто ненавидят и разрушают храмы, уничтожи, иконы и все, что связано со Христом. То, что Христос это обличение для лжи и неправды. А человек же не может жить в внутреннем психологическом дискомфорте, когда его что-то обличает. Вот, например, человек ворует, а сказано ясно в Евангелии не укради. Ну, как это связать? Ну, значит, надо сказать, нет, Бога, я не верю. Ну, раз я не верю, тогда мне все дозволено, все можно. Или другая запад, не прелюбодействуй, не блуди. А если человек блудит, что делать? Или надо прекращать это и жить целомудро и чисто? Или сказать, да ладно, там это давно было, а сейчас все по-другому. Вот, смотрите, все так вокруг живут. И оправдать себя. И жить уже грехом, как человек живет. Но, опять же, он не может тогда принять Христа. Он не может жить по Христу. Он должен будет его отвергнуть и ненавидеть, и гнать в той или иной степени. Вот именно наше развращение, пороки и не дают принять Христа большинству людей своего времени. Так вот, возвращаясь к древнему иудейскому миру, не приняли его Ветхозаветная Церковь, часть Ветхозаветной Церкви во главе с книжниками и фарисеями по причине их безнравственности, греха и самое страшное гордыни и серебролюбия, которые там господствовали. Кроме того, они уже настолько за время, которое прошло с дачей Моисеем их десяти заповедей и их законы настолько уже исказили само Богу вдохновенное предание своими ложными преданиями, своими ложными толкованиями, что оно уже зачастую стало принимать совершенно иный смысл. Вы все знаете такое слово Талмуд. А что же такое Талмуд? Это толкование древнееврейских учителей, раввинов, на Тору, то есть на Пятикнижи и другие Ветхозаветные книги. В чем они считают? Что некое тайное знание было дано учителям, особым евреям, а вот это внешнее знание, которое было написано в Пятикнижии, это внешнее знание для внешних, а тайное это было дано особо. И вот это тайное знание знают учителя этой церкви, эти раввины, и они поэтому толковали эти законы и зачастую так их извращали, что они из бога данных и спасительных превращались наоборот в разрушительных. И Христос их в этом обличает. Он их называет ехидины, порождение зла. Отец ваш дьявол, что вы извратили закон Божий? Сказано чте отца и мать свою, а вы говорите, что если бы кто сказал отцу или матери карван, то есть дар Богу кто чем-то им не отпользовался, того вы разрешаете ничем не помогать отцу и матери. Что значит это? Ну если отец или мать голодны и приходят и говорят вот дай нам вот этого барашка, мы нуждаемся, дай нам пшеницы и риса, сын иудея этот, можно сказать, карван, нет, это дар Богу, вот то, что меня просили, я обещал Богу и ничего им не дать, да, и по закону, что мол, я потом это принесу в церковь, а принесу не принесет, это же другой вопрос, но в любом случае скажет. И вот эта материальность, вот эта закоснелость и привязанность к материи, к деньгам, она настолько въелась в душу этих людей, что они стали, как мы с вами знаем, поклоняться золотому тельцу и поклоняться до сих пор. И вот поэтому они не приняли Христа, потому они не пошли за Ним, а когда люди стали веровать и объявлять Его Богом, то они испугались. Что это значит, что это они обвиняют нас в том, что мы распяли Мессию, которого ждем? Нет, это ересь, надо этих людей тоже гнать и убивать. И стали гнать и убивать сначала внутри себя последствия Христа и его апостолов, причем апостолы расселись по всему миру, на них началось гонение иудеев, которые решили на Синдрионе всех исповедующих Христа брать и подвергать смерти. А кроме того, они подговорили и римских императоров, назвав это страшной ересью, которая грозит господству римлян, ибо оно отрицает почитание идолов и римских богов, также гнать и уничтожать всех последствий Христа. И образовалось страшное гонение на христиан в течение первых трех веков. За веру в Христа не только отнимали имущество, не только сажали в темнице, но сжигали живьем христиан в цирк, то есть на съедение львам отправляли, обливали кипящей смолой, делали из них смоляные факелы и сжигали их. То есть в то время быть христианином и так сказать христианином и смертиком, если можно было сказать, мучеником, вот, христианином было примерно одно и то же. Недаром на древнегрейском языке мартириус означает и свидетель, и мученик, то есть своей смертью люди свидетельствуют Христу. А как они свидетельствовали? Потому что они отказывались принести жертвоприношение идолам, даже бросить горсть ладана перед идолом. Вот брось горсть ладана, будешь жить, никто тебя не тронет. Брось горсть этого ладана перед статой римского императора, которого в то время возвели в сан некого божества. Ну, конечно, и сами римляне не почитали его за Бога, но это было олицетворение власти. Если ты покорен этой власти, ты должен ее олицетворение и статой императора бросить вот это благовонное вещество ладан как некому Богу. И вот христиане отказывались это делать. За это их стали над огнем, в руку клали ладан, завязывали ее и опускали в огонь, чтобы она разжалась, и он бросил этот ладан. И было так, что сгорала вся рука, и одни кости продолжали держать этот ладан и не раскрываться. Благодатью Божией. То есть люди шли на смерть за свою веру, зная, что вот эта жизнь временная, проходящая, а та истинная и вечная. И готовы были пострадать в этой жизни ради той жизни вечной. И вот вся первая церковь была основана кроем мучеников. Другие люди, которые видели мучеников, которые умирали за свои идеалы, они начинали думать, но если люди умирают за это, значит, стоит это того. Так вот, мы сейчас опять возвращаемся к тому вопросу. Так что же собой представляет церковь? Церковь – это богочеловеческий организм во главе с Господом нашим Иисусом Христом, видимым образом, видимым образом выражаемым как сообщество людей, экклизия, соединенных священачалием, таинством, единым верой. Заметьте, первая часть определения – богочеловеческий организм. Во главе церкви стоит сам Иисус Христос. Он как бы глава церкви, а все верующие представляют свои клеточки этого тела, во главе которой живет Христос. Мы живем Его благодатью, мы живем Его божественной энергией, и живем Его силой, и спасаемся Им. Мы спасаемся Христом. Вот почему когда говорят «вне церкви нет спасения». И вот почему святые отцы говорили «кому церковь не мать, тому Бог не отец». Теперь становится понятным, когда люди говорят «а почему не можем спастись в исламе?» Или почему, например, буддизм худшая вера, чем православие, ведь она тоже признает Бога. Это все вне церкви. и как писал апостол Иаков и апостол Иоанн, что кто не исповедует Христа пришедшим во плоти, тот антихрист, то есть Бога борется, Бога борется. Поэтому вне Христа, вне Его церкви и не может быть никакого спасения. И Господь сам об этом говорит. «Я есть путь истина, никто не может прийти к Отцу, как только через Меня». Дверь, путь и истина. «Все, кто приходили до Меня, судьворы и разбойники». Вот вам отношение ко всем предыдущим религиям. Ну и мы с вами сегодня разобрали и начинаем понимать, что почему другие религиозные верования не спасительны. Потому что это пути боковые, потому что это пути людей заблудших, потому что они дают неправильно искаженное понимание о Боге, а самое главное в них нет Христа, который и исцеляет человеческую душу, и спасает человеческое естество. Поэтому никакой другой религии невозможно прийти в совершенное состояние и спастись. Потому что спасаемся мы только Христом, только Его благодати, только Его силой, которая выражается через Его Церковь православную, изливается через Его Таинство, Таинство этой православной Церкви, через благодать, которую Господь посылает в этой своей православной Церкви. Поэтому совершенно ясно и четко и понятно, что все секты, все другие религиозные образования, это боковые пути, которые уводят человека от спасения и делают невозможным для него спасение его души настоящее. тому, что преобразование человека из Верхозаветного в Новозаветного, в человека насилие своего духа, опять же, возможно, только во Христе и при помощи Христа. Конечно, современному человеку очень непросто в этом мире. Огромное количество религиозных верований, огромное количество сект, огромное количество соблазнов, и если человек не жил в православной традиции, то есть не принял ее с молоком матери, то, конечно же, перед ним может стоять очень сложный вопрос, а вот как? Как определить, какая религия верна, где истина, где правда? И даже если он приходит ко Христу, опять же, сложный момент, а как определить, что в христианстве, какое направление праведное, какое нет? Вот мы имеем три ведущих направления, православие, католицизм и протестантизм. Как выбрать среди них? Как понять? И вот мы видим на сегодняшний день, что католицизм, который отделился от единой истинной христианской веры, православия в 1050 году, он, конечно, несет себе великие заблуждения, великую гордыню римского папы, папы экс-кафедра, что папа вещающий с кафедрой безгрешен, заблуждения о чистилище, заблуждения о непорочном зачатии Дев Марии, заблуждения о филиокве, то есть о символе веры, где он утверждает, вопреки мнениям Вселенским Собором, что Дух Святой исходит не от Бога Отца, а в том числе от Сына, и множество, множество других заблуждений, которые исказили настолько веру, что мешает уже людям, находящимся в этом направлении христианства, к спасению, к духовному совершенствованию, а если мы возьмем с вами протестантизм, то мы видим вообще полное искажение догмата в церкви, когда была полностью перерывена церковная традиция, рукоположение, то есть передача Святого Духа, духовная преемственность от одного епископа к другому, то есть непрерывный итог благодати, и вообще все священности, как таковое, было отвернуто, и таинство большинство большинстве своим отвергнуты, то есть опять же заблуждение, прагматизм, претантизм это прагматизм, это приспособление христианства к нуждам этого плотского мира, к нуждам этого плотского мира, не даром у них даже в области промышленности существует некая протестантская этика, написанная Максом Вебером, которым утверждал, что ваша коммерческая успешность свидетельствует о том, что Бог благословил вас и вашу деятельность, да, вот если вы богаты, значит, вы благословены Богом, а если вы не богаты, значит, нет благословения Бога на вашей жизни, но сущая ересь, сущая ересь, если мы говорим о том, что дух должен возвышаться над плотью, что человек должен жить больше духом и нести свет в эту жизнь, свет Божьего откровения, Божьей любви, то здесь, наоборот, полное замыкание на материальном. Много денег, значит, Бог благословлен, нет много денег, ну, значит, ты так очень посредственно, значит, относишься к Богу, и Он на тебя особого внимания обращает. Полное искажение вообще сути самой христианства. И вот, конечно же, современному человеку все это осознать, понять и найти именно православие, и мало того, что православие, но найти свое место в нем, свою приверженность древним идеалам церкви, аскетике, правде, любви, истине, покаянию, это, конечно, очень и очень непросто. Почему Господь и говорит, что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие находят его, и узкие врата, и тесен путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие идут им? Потому что христианство, православие ставит совершенно четко перед каждым человеком нравственную парадигму. Или ты со Христом и живешь по его западам, или ты от него отпадаешь. Почему в молитве, читаемой при отпущении грехов, при покаянии на исповеди священникам, есть такая молитва? прощается, решается грехи твои, и соединяю и примиряю его с церквью. Потому что человек, когда совершает грехи, он отпадает от церкви. Срешая грех, церковь свята. А совершая грех, человек становится особенно грубый, смертный грех. Человек становится приверженцем греха, а в церкви ничего не может быть греховным, и он тогда от нее отпадает. И испыть, покаяние, отречения от греха, может его соединить в церкви. Поэтому человек, живущий во грехе, особенно в смертных грехах, в блуде, в пьянстве, в наркомании, в гордыне, и не кающийся в этом, пусть даже он крещеный, пусть даже он какой-либо иерарх, или там даже епископ, он вне церкви, он вне церкви, он на нее отпал. Мне очень нравится формулировка известного нашего богослова, известнейшего нашего философа Хомякова, что церковь это многообразие святого духа, живущего в каждом из его членов. Вот если живет в человеке святой дух, значит он в церкви, а нет в нем святого духа, ушел он за его грехи, значит он вне церкви. Все. Какой бы пост в церкви он не занимал. Понимаете, дорогие мои? И вот здесь апостол Павел, обращаясь к мирянам, говорит, вы царственное священство. А что значит царство и священство? А у нас алтарь в груди, в сердце нашем. Вот в своем сердце мы должны приносить жертву Богу благоприятную. А какую жертву можем себе принести? Чистоту, целомудрие, любовь, веру, надежду. Вот что мы должны и можем приносить в своем сердце. Это жертва Богу приятна, она ему нужна. И как раз сутью спасения как раз и является изменение себя, очищение себя от всего ложного, на основу чуждого Богу и развитие тех добродетелей, которые были у Христа, и жизнь духом, стяжание с того духа. И церковь в этом помогает. Молитвы, таинства, исповедь, причастия, соборния, это все то, что нам помогает очистить сердце от греха, стяжать благодать Божью и идти по пути духовного совершенствования, идти к Богу. Но это возможно только в церкви, только в благодати Господней, только будучи неотделимым от нее, и только на сегодняшний день церкви православной. Вот почему мы с вами сегодня и собираемся, и говорим, и углубляемся, и утверждаемся вере. Потому что, к сожалению, многие из нас были крещены, но не были просвещены. Ну, крестили родители, сами крестились, потому что захотели, потому что считаем, что русские православные слова синонимы, правильно, но сознательного понимания веры и сознательного понимания, чего от нас хочет Бог и как нам идти, у многих и не было. И многие, даже живя в крещении и даже ходя в церковь, продолжают зачастую жить неправильно, жить по-ветхозаветному, жить грехом, и поэтому и не происходит у них ни спасения души, и радости и счастья у многих в жизни нет. Вот часто ко мне еще, как и к психологу, обращаются многие люди, даже православные, у которых просто чувствуют счастье и радость жизни. А почему она отсутствует? Или у некоторых даже начинаются фобии, какие-то страхования, депрессии. Почему? А потому, что нет соответствия между пониманием того, что говорил Христос, и своей жизнью. Потому, что кроме молитв, это жизнь духа, и чтения, священописания, еще у нас есть наша психическая жизнь, наше отношение друг к другу, наше отношение к обществу, наше отношение к миру. И если оно не является христианским, если оно не отражает в Западе Божий, если оно в какой-то степени греховно, то и Святого Духа в нас нет. А раз нет Святого Духа, нет благодати Божьей, то в душе есть скорби, есть место демоническим силам, есть место, где он может разжигать нас злобу, ненависть, страх, вызывать психические болезни и так далее, и тому подобное. Поэтому надо обязательно приводить соответствие нашу жизнь нашей православной вере и нашу психическую жизнь, той духовной жизни, которую мы выстраиваем. Потому, если мы сходили в церковь, помолились, а выйдя из него, значит, стали там вино пить или там, не дай Бог, там блудные какие-то сожиться, вступать и так далее, то просто распинаем Христа своими грехами и никакой пользы нам нет от того, что мы постояли, что в церкви помолились. Это все равно как решетом воду носить. Нальешь полное решето, а через минуту вся вода и вылится. Вот так и человек придет в церковь, благодать Господня сойдет на него, он войдет и через свои многочисленные грехи и тут же ее и растеряет. Поэтому очень важно современному человеку не только знать о Христе, но и жить в соответствии с тем, как он говорит, и жить в церкви. Вот поэтому мы сегодня с вами и говорили, о происхождении религий, чтобы совершенно четко, ясно понимать и иметь отношение совершенно четкое ко всем другим религиям и о церкви, чтобы понимать наше место в ней и нашу жизнь в ней, чтобы нам идти к пути ко спасению. сейчас объясню. Ну, относительно нашего первого вопроса символизма вы говорите крещения, да? Ну, крещение, почему крестимся? Ну, крестное знамение, оно имеет глубочайшую символику. Вот если вы посмотрите на мою руку, да, вы видите три пальца, которые сложены вместе, большой, средний, казательный, они обозначают трех лиц Святой Троицы. Бога Отца, Бога Сына и Духа Святаго. А два пальца безымянный мизинист прижатый к ладони, они означают два естества в Иисусе Христе, божественное и человеческое. Вначале мы накладываем крест на лоб, то есть просвещаем наш ум, разум, благодатью Христовой. Затем накладываем ниже солнечное сплетение, освещаем наше сердечное чувство, ум, чувство. Далее накладываем на правое плечо и на левое освещаем наши телесные силы. Мы освятили всего человека. Ум, чувство, телесные силы. И наложили на них крест, как мы исповедуем креста, да, вот крестное знамя, что мы исповедуем креста, веруем его и призываем крестное знамя на помощь. Крестное знамя и сам крест обрели великие мистические силы с тех времен, как Христос на нем, на кресте умер. Когда Христос умер, распятый на кресте, сила Божья, благодать Божья вошла в это крестное знамя, и сам крест стал символ победы над дьяволом. Сила дьявола разрушена крестом, смертью Христа, которое произошло на кресте. И вот эта сила Божья, она сохраняется в нашем крестном знаме и сохраняется в том нательном крестике, который мы с вами носим. Он тоже является знаком, что мы с вами христиане, он также имеет в себе силу и благодать отчасти того самого креста, на котором умер Христос, защищает нас от воздействий демонических и помогает нам в различном уровне благодатных явлениях. Даже существует такое доброе аскетическое правило, что когда человек ощущает на себе какое-то демоническое воздействие, нападение, бесовское колдовское должен взяться за крест, просто рукой правой, и при этом читает молитвы, и при этом обращается к кресту за помощью, этот крест приходит. И было явление некоторым святым, по-моему, Андрею Христа ради иродивого, если не ошибаюсь, когда он был брошен в ров и на растерзание львам, и вот Господь ему явился в виде креста, и крест его и спас, и помог, и вытянул его. То есть действительно крест имеет огромную силу, является проявлением божества, спасающего нас и отгоняющего силу демоническую. Еще есть вопрос? Пожалуйста. Батюшка, ваше отношение скажите, пожалуйста, православный человек ходит в храм, молится вечернее, утреннее правило, и в то же время устраивает свой дом по фэмшу, и тут раз, китайский наукость встречает. Как подходить к этому? Я считаю, что это, конечно, неправильно. Почему? Потому что из одного и того же источника не может течь горькая и сладкая вода, нельзя служить Богу и мамоне. Может быть, просто человек, который, вы раньше говорите, увлекался в свое время фэмшуем, увлекался этим востоком, и когда он пришел ко Христу, он еще не смог полностью отделаться от этого и полностью выдавить из себя вот это ложное языческое верование. Поэтому вот эти рудименты, вот это языческое верование, они как раз присутствуют в том, что он свой дом как бы украшает тем, что как-то дорого его сердцу, что как-то вызывает у него интерес. Поэтому, конечно, я думаю, что по мере его углубления в христианство, по мере его углубления в благодать Господню, вот эта чуждая христианству символика отпадет сама. Потому что все эти восточные направления, включая фэншую, рейки и так далее, они являются элементом демона общения, беса общения. И здесь через них действует не божественная благодать энергия, а энергия демонического характера. И по мере того, как человек будет ощущать благодать Божью и понимать, что она совершенно чужда вот этому демоническому влиянию, все вот эти чуждые христианству вещи, символику он, конечно, удалит своего дома. Пожалуйста. Батюшка, там еще был второй вопрос о крещении вправо-налево. Да, ну я думаю, что крещение в католичестве, в протестантинстве вообще нет крещения, они вообще не крестятся. Все направления протестантов, значит, особенно сектанты, там нет вообще символа креста, они крест не любят, так сказать, и его, это крест на знаниях не признают. Почему? Потому что протестанты они отринули полностью священное предание церкви. Они принимают только святые книги, священное писание, а священное предание они, так сказать, отринули полностью. То есть то, что не записано. Вот то, что записано в книге, они взяли. Да и то, Новый Завет полностью принимают, а все послания апостольские, как им понравится? То, что все они считают, что раз он уверовал, протестант, любого направления, значит, в нем живет Святой Дух. А раз живет Святой Дух, то он знает Святым Духом совершенно не хуже, чем апостол. И как я с одним пастырем говорил, протестантским, и говорю, как же это ваша церковь однополые браки благословляет? Ну, куда же это годится-то? Какие вы после этого верующие? Он говорит, ну и что? Главное, чтобы они любили друг друга. Я говорю, извини, апостол Павел совсем другое пишет. Не обманывайся, ни блудники, ни мужеловники, царствы небесные не наследуют. Ну, это, говорит, апостол Павел говорил, а я по-другому думаю. Ну, я говорю, ну, за Симой до свидания. То есть, все, человек полностью находится в прелести, он считает себя, если в католичестве римский папа, наместник Бога на земле, то у протестантов каждый римский папа. Отсюда такое огромное количество сект, огромное количество толкований Библии, где каждый из них считает себя правым. Ну, и, как я бы говорил, они уже отринули всякий вид крещения, не почитают икон, не почитают Божью Матерь, не почитают мощей, и вообще иконы ненавидят, готовы их там сжечь, изрубить, и так далее, и так далее. И никакого крещения, как символа креста, у них нет. Они отрицают это полностью. Что касается католиков, вот мы и говорим о том, во-первых, у них крещение пятерней, да, они крестятся пятерней, а во-вторых, как мы с вами крестимся с правой стороны, а наоборот, пятерней и в другую сторону, да, это тоже является элементом заблуждения католичества, да, и элементом потери предания, правильного православного предания, который идет к нам еще, значит, с Первой христианской церкви. Это и есть его заблуждение. Пожалуйста, кто хотел тут? Вы хотели что-то? Я хотел вас спросить насчет старой обряды, очень интересного. Произошел раскол русской церкви, старой обряды, которые выгодят устами, комиссии. Да, в свое время, да, я вам скажу, в свое время при патриархе Никоне произошел раскол, так называемый, когда, значит, часть людей, так сказать, сохранила тот старый обряд, который был в церкви, а часть людей, значит, приняла другой обряд. Этот раскол был, на мой взгляд, инспирированным. Это отдельно очень интересная тема, кратко ее в двух словах не описать, но просто на мещу вехи. На мой взгляд, это был инспирированный внешними силами раскол, там и иезуиты постарались, и иудеи, чтобы нести раскол в монолит русской христианской веры. Так вот, говоря о расколе и о двуперстии, хочу вам сказать, что постановлением, значит, в 1973 году снято всякое прещение со старообрядческой церкви, нашей русской православной церкви, у них снято всякое прещение на нашу церковь, и признано равноспасительным что двухперстия, что трехперстия. Ну, действительно, смотрите, так, мы крестимся Бог-Отец, Бог-Сын, Дух-Святой и два истаза в Иисусе Христе. А так то же самое Отец-Сын, Сын и Дух и два истеза в Иисусе Христе. То есть, по сути дела, ничего не меняется, да, и кардинальным образом это не влияет. Там были разногласия чисто в обряду и стороне. Насчет вот крещения, вот это крестное знамение, насчет на скольких просворок служить на пяти или семи, да, как писать имя Иисус с одним или с двумя и, то есть, эти вещи носили чисто, как говорится, обрядовый характер, и раскол имел более политическое значение, да, чем действительно значение вероучительное. Поэтому сейчас это снято. Экуменизм и толерантность, так называемые. Хорошо. Да, экуменизм и толерантность, вопросы. Ну, сказать, это два очень схожих понятия. Значит, ну, давайте начнем с экуменизма. Экуменизм от слова айкумена, вселенная, это попытка соединить все веры в одну и попытка утверждения, что все религии равноспасительные. Идея экуменизма все религии это ветви одного дерева, которые все ведут к одному Богу, просто пути разные. Ну, вот вы с вами сегодня убедительно рассмотрели, доказали, что нет, это абсолютная ложь, что к Богу может вести только Христос и только правильное исповедение христианской веры и только та православная церковь, которая сохранила первозданную апостту к чистоту в неповрежденности. Вот это наша православная церковь, греческая православная церковь, ну и другие православные церки. Все другие религии, они к Богу, к Богу, как мы его понимаем, к Христу, через Христа к Богу Отцу не ведут, поэтому они не являются спасительными. Экуменизм же как раз пытается и уравнять все религии, признав их равноспасительными, и тем самым расплавить вообще религиозность людей. И из экуменизма, на мой взгляд, и появилось такое движение веры, как называется, New Age, Новый век, который пытается создать новую веру на основании всех существующих вер, и православия, и ислама, и магии, и колдовства, некую синкретическую религию, вылепить ее и предложить всем народам. Для чего? Ну, чтобы вместо Христа и спасение Христом люди занимались полумагией и полуколдовством, не шли к Богу, а по сути дела пребывали в неком магическом поле, удовлетворяли свои, так сказать, мистические потребности, но при этом, как говорится, душа и гибла. Душа и гибла. Это явно, как говорится, антонинское дело, и вот эти все движения уеич, связанные с экуменизмом, это губительные направления со стороны дьявола для погубления души человеческой. Вот, что касается второго части вопроса – толерантности. Толерантность. Ну, вот, в современном значении она трактуется как терпимость. Ну, дорогие мои, возможно ли терпимость ко греху? Не участвуйте в неплодных делах смы, но и паще обличайте, говорит апостол Павел. Если я вижу, что педофил развращает ребенка, я должен брать толерантность? Если я вижу зло и несправедливость, которые существуют вокруг, я должен брать толерантность? Толерантность. Вот, по сути дела, толерантность – это призыв к терпению греха и включения их в орбиту своей социальной жизни. Смирение со грехом. А смирение со грехом – это значит сосложение со грехом. Ну и что, что он такой? Ну вот он такой вот, пусть он и будет такой. Ну пусть он будет какой хочет. Зачем только это он других людей совращает? Зачем он хочет этот гей-парад провести и заразить молодежь, заразить молодых людей своей грязью и нечистотами, которые он содержит в себе, с обесноватостью? Какая тут толерантность может быть? Толерантность – это значит предательство, да? И согласие с ним. Когда молчанием продается Бог, когда ты видишь грех и молчишь, и не вступаешь против, да? Ты, значит, соглашаешься с ним. А когда ты с ним соглашаешься, ты продаешь Христа. Поэтому, мне кажется, вот толерантность в таком виде совершенно неприемлема для православного христианина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok